Неделя с 22 по 28 января в России посвящена ответственному отношению к репродуктивному здоровью. Беречь его нужно с молоду, не только женщинам, но и мужчинам. Как часто нужно наблюдаться у врача и как правильно подойти к планированию беременности? Расскажет врач-акушер-гинеколог, заведующий женской консультацией Одинцовской областной больницы Лариса Бархатова. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что же такое репродуктивное здоровье? Начнем с официального утверждения. По определению ВОЗ репродуктивное здоровье – это физическое, психологическое и социальное здоровье семейной пары, которые дают возможность зачать здорового ребенка. Поэтому мы сегодня и будем, наверное, рассматривать этот вопрос с этих трех сторон. А почему оно так важно? Ну, прежде всего, это здоровье нашего поколения, будущего поколения, это здоровье наших детей, это, конечно же, да, если даже брать такие вопросы. Это и экономические, в том числе, вопросы для нашего государства. Но дети у нас должны быть здоровы. Не секрет, что население – это сейчас не… У нас очень много заболеваний, заболеваний, которые растут, и наше здравоохранение с ними борется. Да, у нас есть достижения, у нас достижения очень значительные, но, тем не менее, мы не можем добиться того, чтобы все наши детки были здоровы, а мы очень к этому стремимся. Как женщина должна подойти к планированию беременности, в том числе и с мужчиной? Я думаю, мужчина же тоже должен подготовиться к этому процессу. Вот как это происходит? За сколько лучше начать озаботиться этим вопросом? Ну, мы почему-то всегда обращаем внимание только на физическое здоровье. Если брать в общем, как репродуктивное здоровье, которое я только что сказала, конечно, готовиться должна и семейная пара, и, наверное, и окружающие родственники. То есть это должно быть социальное благополучие, это желательно, чтобы было экономическое благополучие, чтобы как-то не отвлекало женщину от вынашивания беременности, прежде всего. Вот. И от здоровых нормальных родов. Если брать физическое здоровье, то, конечно же, нужно подходить к подготовке заблаговременно. Сейчас уже известны и есть рекомендации к этому. Минимум за три месяца нужно принимать поливитаминные препараты, потому что доказано, что очень многих витаминов у нас в организме не хватает. В большинстве случаев у нас мало йода, нам необходима фолиевая кислота, у нас мало витамина D. Железо. Препараты железа, да, тоже имеют значение. Ну, это что касается женщины, ну и мужчины тоже самое. Тоже рекомендуем принимать поливитамины для беременных женщин, мужчинам. Да, потому что, ну, они как бы называются для беременных женщин, а в принципе это витамины для прегравидарной, так называемой, перед беременностью подготовки. Ну вот, ну это минимум за три месяца. А, в общем-то, отказываться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, правильная регуляция сна, отдыха. Вот это вот нужно заранее, если не всю жизнь, то хотя бы за полгода, за год привести в соответствие свой образ жизни и думать о беременности. Конечно, беременность, роды – это очень важный процесс. Мы же не каждый год рожаем, как я говорю, да, мы рожаем там, ну, кому один, кому два, кому как повезет, у кого какие установки. Поэтому относиться к этому моменту нужно очень ответственно, очень ответственно. И благо сейчас здравоохранение, ну, и как бы общественное мнение, социальные сети, очень много есть информации в этом отношении. Врачи на это настроены, то есть, когда они приходят женщины к врачу-акушер-гинекологу, прежде всего вопрос у нас, что у вас с беременностью, когда, как, как вы планируете, знаете ли вы, как к этому готовиться. В общем, нужно, прежде всего, определить свой уровень, своего здоровья. То есть, это анализы, это посещение специалистов, и если есть какие-то жалобы, какие-то заболевания, если есть серьезные хронические заболевания, нужно обязательно перевести их в стадию ремиссии, для того, чтобы лечащий врач по данному заболеванию разрешил беременеть. И в дальнейшем всю беременность мы ведем в тесной связи с лечащими врачами. Ну, это же касается и мужчин, потому что 40% бесплодия, скажем так, бесплодия, да, это причина в мужчине. 40% женщин, а 20%, к сожалению, еще остается неизвестной. А вот, кстати, диагноз бесплодия ставится по прошествию определенного срока, да, когда двое людей пытаются забеременеть, у них это не получается. Какой срок, после какого времени? У нас это в зависимости от возраста. То есть, ну, не секрет, что многие женщины сейчас, пары, как-то пытаются решить свои экономические проблемы, да, стать на ноги, в профессии достичь какого-то уровня, и тогда уже решают, как бы, родить ребеночка. Поэтому очень часто уже возраст, он такой вот более за 30, а иногда и за 40. Поэтому в зависимости от того, приходит женщина от возраста, мы решаем вопросы уже кардинально и ставим этот диагноз. То есть, если это молодая пара, 20-25 лет, конечно же, год-полтора мы даем, мы говорим, успокаиваем, что вот, да, может быть, у них те периоды жизни бывают, а что не всегда живут тесно друг с другом командировки и так дальше. Может, еще какие-то причины. Не все циклы эволюторные, это нормально, не все циклы эволюторные у женщины. Поэтому мы даем такой вот период, естественно, при этом обследуем, там, корректируем какие-то нарушения. Более после 30, это уже год, там, 35, это уже полгода, после 40, ну, уже, если не получается, 2-3 месяца, конечно же, детально обследуем. И если мы видим, что какие-то есть серьезные нарушения, мы рекомендуем вспомогательные и репродуктивные технологии. А вот при подготовке к беременности, да, к планированию беременности, каких специалистов лучше всего посетить, стоит посетить, какие анализы сдать? Ну, прежде всего, до женщины приходит, как у шер-гинеколога, и у шер-гинеколога уже решает, он выявляет, пытается выявить, каких специалистов нужно пройти. И это, если что касается анализов, это, конечно, общеклинические анализы специалиста, ну, прежде всего, это терапевт, это стоматолог, возможно, лор-врач, если частые простудные, это фаренгиты, риниты и так дальше, заболевания. Ну, и дальше уже по списку, то есть обязательно окулисты. А мужчины? А мужчины? Мужчины идут к урологу, если есть репродуктолог, андролог для мужчины. Но прежде всего идет к терапевту, и терапевт дальше назначает план обследования и лечения, нужно, не нужно, так дальше. Ну, это если приходит пара, если приходит пара уже с бесплодием, если мы уже бесплодие диагностируем и дальше обследуем, ну, это уже другая история. Да, там уже есть специальный перечень, то есть мы работаем четко по клиническим протоколам. Сейчас на каждое отклонение есть разработаны клинические протоколы, они нам очень помогают, и они действительно стоящие, мы по ним работаем. А с чем чаще всего сталкиваются на этапе подготовки, да, с какими проблемами? Зависит тоже от возрастной группы, какие зоны риска, да, есть? Ну, проблемы, они могут самые разные быть, это заболевания женских половых органов, это соматические заболевания, ну, так сложно сказать, чаще всего, они разбросаны в определенном процентном соотношении. А вот расскажите, куда в Одинцовском округе нужно прийти молодой паре, может быть, немолодой, да, чтобы заняться, так сказать, планированием беременности? Какие у нас есть центры, больницы? Ну, вы знаете, я работаю в областной больнице, это одно слово, это статус, то есть у нас есть все специалисты, у нас все специалисты, поэтому искать ничего не надо, нужно приходить прежде всего в нашу консультацию женщине и мужчине, приходите к врачу, к поликлинику, если есть такая необходимость. И дальше уже врач составляет план, и все специалисты у нас есть, в принципе, очень много, очень большой штат врачей, поэтому всю необходимую помощь мы окажем. Если вдруг у нас, если есть серьезные заболевания, да, соматические или гинекологические, то, естественно, мы тесно работаем с областными центрами, с перинатальными центрами, с маниагом, с Московским областным институтом акушерства и гинекологии, с маниками, научно-исследовательский и клинический институт, поэтому куда-то идти помимо областной больницы смысла нет. Это все будет по ОМС, и всю необходимую консультативную и лечебную помощь мы окажем. В том числе и анализы, правильно? Естественно, да, и анализы, все, что необходимо, все анализы по клиническому протоколу, по заболеванию. У нас есть возможность сделать все, что необходимо, по бесплодию. Поэтому, в принципе, у нас нет таких проблем. Еще одной такой интересной темой, не знаю, насколько это взаимосвязано, но мне кажется, в окружении очень много женщин принимает противозачаточные таблетки. Иногда это связано с корректировкой цикла, многим прописывают. И есть такое, может быть, заблуждение, может быть, нет, что долгий прием этих таблеток влияет на репродуктивные функции. Так ли это или нет, или не зависит? Ну, это очень широкий вопрос. Так вот, двумя словами ответить, наверное, это будет неправильно. Да, в последнее время очень многие отдают предпочтение гормональной контрацепции. Это удобно, это правильно, если нет противопоказаний. Конечно же, нельзя назначать самой себе, нельзя пить то, что принимает подружка, или просто прийти в аптеку, это неправильно. Здесь можно получить серьезные осложнения. Ну, и, естественно, нужно наблюдаться у врача регулярно, регулярно наблюдаться у врача, без, даже если ничего не беспокоит, раз в полгода нужно обязательно приходить к врачу, спрашивать, потому что врач, даже в беседе врач может выяснить, что что-то пошло не так, или что-то там вот нужно скорректировать, изменить. Потом есть регулярные обследования для женщин, принимающих контрацептивы. Если это все выполняется, и если врач говорит, что все нормально, принимать контрацептивы гормональные можно очень долго. Это доказано, да, и это не влияет на репродуктивную функцию. Наоборот, в некоторых случаях они оказывают лечебные действия, и в некоторых случаях нам даже есть такая методика лечения, когда мы даем контрацептивы, после них мы ожидаем беременность даже. То есть после отмены, синдром отмены, и происходит овуляция, то есть есть такие заболевания. Естественно, доказано, да? Да, естественно. А вот за сколько нужно примерно убрать употребление противозачаточных до беременности? Или это по наблюдению врача? Современные противозачаточные препараты некоторые имеют в своем составе фолиевую кислоту. То есть фолиевая кислота у нас доказана, что есть ее недостаток в организме, и она нужна в повышенных количествах. И мы ее обязательно применяют женщины, как только забеременеют, при подготовке к беременности. Поэтому, имея в составе фолиевую кислоту, эти препараты можно отменять непосредственно перед беременностью, перед тем, как женщины хотят забеременеть. А, то есть буквально там, грубо говоря, за пару недель, да? Да. Ну, учитывая даже вот, если проводить аналогии, то есть даже если там, бывают женщины не очень такие добросовестные, да, забывают таблетки, возникает беременность, у нас мы, это не является противопоказанием приема препарата накануне, да, для продолжения беременности. То есть если на фоне таблеток забеременела женщина, мы беременность сохраняем, естественно, таблетки отменяем, даем другую подготовку или поддержку, но это в зависимости уже индивидуально, но мы беременность сохраняем, пролонгируем, рождаются хорошие здоровые дети. Ну, то есть можно сказать, что это такой стереотип, да? Ну, все индивидуально, все индивидуально, все нужно решать со своим лечащим врачом. А вот вы сказали, что это очень правильный вообще подход к контрацепции, да, противозача, ну, такой один из хороших способов. А почему? Потому что он стопроцентно работает? Ну, стопроцентных методов не бывает, скажем так, да, но он работает в подавляющем большинстве, то есть 99-99 и так дальше. Ну, и потом, ну, мы же понимаем, что сейчас все современные люди планируют беременность, по-другому мы планировать беременность очень сложно. Все механические методы, они имеют намного меньший процент эффективности, и если мы серьезно, и нет противопоказаний, самое главное, что решается только, решает лечащий врач, нет противопоказаний, да, это очень хороший метод. Они есть очень разные, они есть в виде спирали, они есть в виде колец вагинальных, есть таблетки, ну, на вкус, как говорится, есть очень разные, на комплоентность и так дальше. Что кому нравится, можно подобрать, подбирать нужно. Можно и нужно. А вот, кстати, я знаю, что, в принципе, противозачаточные назначают и после уже беременности, то есть если женщина перестала кормить, а некоторые, кто и кормит еще, да, то есть там тоже есть подбор определенный? Да, тоже есть. И то есть он тоже никак не влияет, не вреден ни ребенку? Ни ребенку, ни матери, потому что те, которые мы назначаем во время кормления грудью, это мини-пель, так называемый, там прогестерон, прогестерон тот, который гормон беременности, да, и, в общем, там просто немножко в другой форме он идет, и он разрешен, скажем так, разрешен на данном этапе кормящим матерям. Он не влияет на грудное вскармливание, он не влияет на ребенка, и так дальше. А с какими еще стереотипами за время своей практики вы сталкивались? Я думаю, что у вас достаточно интересный опыт к вам приходит на самом деле. Я думаю, что это очень интересно. Есть множество, я уверена, народных способов подойти к своему репродуктивному здоровью. И мне кажется, бывает и такое, что после попыток народных средств приходят уже наконец-то к вам. Мне кажется, вот такое тоже бывает. Ну, бывают всякие разные методики, да, и стереотипы, и утверждения, и заблуждения, может быть, и может и не заблуждения, но нам-то главное, чтобы были здоровые дети. И поскольку мы определили с вами, что репродуктивное здоровье, это же не только физическое, да, это еще где-то психологическое. То есть как семейная пара, как женщина настроена. Очень часто же бывает, что мы лечим бесплодие, мы обследовали пару, но не получается у них по какой-то причине. Даже мы иногда не знаем причину, но не можем мы найти причину. Женщина идет на ЭКО, да, проходит эту процедуру, у нее рождаются детки, а дальше она перемеет сама. Вот что это? Чудо. Что это? Это, наверное, какой-то психологический фактор. Возможно, вот эти ее стремления, желания, переживания. Ведь каждая, наверное, внутри, каждая женщина, которая хочет ребенка, она, наверное, задается этим вопросом. А смогу ли я? А будет ли у меня? И когда вот это вот у нее, ну, это, наверное, психологи скажут, как это все правильно. Когда она отпускает, наверное. Когда у нее это внутри все крутится, возможно, это является психологический фактор. Наверняка влияет на бесплодие, то есть, ну, как-то вот не получается. А когда уже это все уходит, когда она уже довольна, ну, уже есть дети, ей не нужно об этом думать. И вот она беременеет. Ну, чудо, не чудо, я не знаю. То есть, я считаю, что даже если какие-то стереотипы, ну, если они помогают, если женщина это прошла, перешла этот рубеж, там, в церковь сходила, наверное, тоже это психологическая какая-то подготовка и какое-то успокоение. Вот ей кажется, что она вот это сделает, все будет хорошо, дорогой Бог. А факторы риска какие есть? Угрозы, да, бесплодие? Что может спровоцировать, да, такой диагноз? Ну, конечно же, факторы риска, они есть обширные. Это, прежде всего, ранняя половая жизнь. Это неудачные попытки, неудачные последствия. Это инфекции отсюда истекающие, да, это какие-то психологические, психосоматические какие-то проблемы. И, ну, да, прежде всего, идут очень много инфекций, идет в связи с ранней половой жизнью. Это вредные факторы, курение, наркотики. То есть, ну, нужно думать о своем репродуктивном здоровье, конечно же, нужно думать родителям, настраивать и учить детей, что это все очень серьезно, правильный образ жизни. Ну, и дальше, потому что, ну, проблемы с этим потом бывает даже очень сложно решить. Бывают и нерешаемые проблемы. То есть, в принципе, бесплодие, диагноз неконечный. Его можно как-то исправить, да, какой-то терапией? Да, конечно же, бесплодие в очень большом проценте случаев мы исправляем, в очень большом проценте случаев. Но не всегда, к сожалению. К сожалению, не всегда. И иногда в этом виноваты сами женщины, мужчины. Сами семейная пара. Вот какие-то ошибки молодости, скажем так. Все-таки надо помнить, да, о том, что... Надо в этом помнить, к сожалению, да. Надо это помнить, что в родственной молодости... В том числе и контрацепции тоже, да. Да, контрацепции, да, потому что, ну, если беременность не запланированная, конечно, любую беременность нужно сохранять максимально. И очень хорошо, что сейчас ведется борьба с абортами. И я считаю, что недостаточно идет разъяснений в соцсетях. Все-таки вот как-то это идет. Да, с одной стороны, запрещают аборты, а с другой стороны, ну, мало поддержки вот такой вот информационной. Мало. То есть нужно об этом говорить, нужно об этом побольше говорить, объяснять, что это на самом деле плохо. Плохо с точки зрения медицинской, что есть риск потом не забеременеть. Конечно, конечно, это большая ломка гормонального фона. То есть это не стереотип о том, что... Это не стереотип, это не стереотип. Это очень серьезная проблема. Очень много осложнений. После любых абортов кажется, что таблетировано это просто так. Нет, не просто так. Медикаментозный, да? Медикаментозный, да. После медикаментозных абортов мы наблюдаем у всех женщин, те, которые беременеют, потом у всех женщин есть угроза прерывания. Даже если у них там, допустим, первая беременность вообще идеально проходила, потом у них кровотечение, потом у них выкидыши и так дальше. У нас там даже если он проходит нормально, большое количество проходит с осложнениями и, в общем-то, с инфекцией. Это как обычный аборт. Поэтому аборт – это очень плохо для организма. Очень плохо. Это очень плохо. То есть нужно такое вести активно, женщинам рассказывать, что все-таки... Да, если уж забеременела. Да, нужно готовиться, конечно, к беременности. Тут, безусловно. А чтобы не произошло незапланированной беременности, нужно тогда использовать современные методы? Нужно какие-то методы, да, контрацепции. Ну, если уже забеременела, ну, это же не котенок, который можно выбросить. Это все-таки человек. Он маленький, но он человек. И нужно к нему уже относиться как к человеку. Вот это будет правильно. А современная медицина... Ну, есть такое заблуждение, да, что... Ну, не заблуждение, возможно, что это правда. Возраст, конечно, играет большую роль у будущей мамы. Но современная медицина позволяет сейчас как бы расширить, да, там, раньше 35, это было уже поздно, сейчас 35, некоторые действительно только задумываются о том, чтобы стать матерью впервые. Действительно ли современные условия позволяют более поздней беременности? Есть ли там какие-то риски? Какие они? Или сейчас возраст, в принципе, это тоже как бы получилось, значит, замечательно? Нет, ну, если получилось замечательно, да, и мы сохраняем любую беременность от возраста, но, к сожалению, с возрастом накапливается ведь количество соматических заболеваний, с возрастом накапливается количество хромосомных аномалий в вециклетках, да, то есть не все беременности, как говорится, хорошие будут. И если брать генетические нарушения, те же наиболее распространенные, да, у Эдвардса, то с возрастом количество их увеличивается. Количество популяций, вот если брать одинаковых женщин, конечно, увеличивается. Ну, да, мы следим за этим, у нас есть пренатальная диагностика, которая вот с наиболее частые и не только частые заболевания хромосомные аномалии удается выявить какие-то серьезные, серьезные, это с помощью ультразвука, с помощью анализов биохимических на данные заболевания, это все мы пытаемся контролировать. Ну, все-таки призываю, не затягиваясь беременностью уж там до 40 лет, да, мы сохраним, но все-таки здоровье у ребенка будет лучше, если мама будет более молодая, с меньшим багажом соматических, гинекологических заболеваний, психофизиологических тоже самое, потому что, ну, всему должно быть, все должно быть делаться вовремя, и рожать нужно, ну, хотя бы в пределах 30-35 лет. То есть после 40 уже это будет посложнее, и появляется просто больше рисков. Больше рисков, больше заболеваний, больше осложнений. Ну, и такой интересный тоже вам вопрос. Ну, расскажите, дайте совет нашим телезрителям, что бы вы сказали и мужчинам, и женщинам, тем, кто собирается стать родителями, или тем, кто уже первый раз стал родителями, но вот думают насчет второго, там, третьего ребенка, вот какой бы вы совет дали, пожелания? Ну, я бы дала пожелание, не затягивайте с этим процессом, да, готовьтесь, беременеете, приходите к нам на учет. Тем более, что сейчас в нашей консультации, в нашей больнице мы очень большое внимание уделяем беременности, очень большое. У нас существуют разные школы, у нас замечательный роддом, мы работаем тесно с роддомом, и когда женщина становится беременной, когда приходит к нам на учет, у нее как-то появляется новая жизнь. То есть у нас она настолько занята всеми обследованием, беседами, у нас психологи есть, у нас подготовка, да, полная подготовка к беременности, к грудному вскармливанию, и к рождению малыша, и как за малышом ухаживать. А сейчас небольшой анонс сделаю, мы даже решили открыть школу будущих отцов. Вот с февраля, да, потому что мы подумали, что, конечно же... Мама – это замечательно. Да, мама – это замечательно, она готовится, она вынашивает, она об этом, она с этим живет всю беременность. Возможно, да, она, кстати, быстрее привыкает к этой новой роли. Ну и у нас эти школы существуют, все это все как бы, да, папы ходят, но вот все-таки на маму это рассчитано. А здесь мы подумали, а папа-то, папа рождается, вот он как бы встречает ребенка из роддома, и он не знает, большинство не знает, что с ним делать-то, как, а как к нему отнестись, а как его держать, а как вообще к маме относиться. И для многих шок, вот что, вот то они были вдвоем там, или не вдвоем, ну, в основном это когда первая беременность, что все внимание было в папе, а тут вдруг кому-то еще, да. И я думаю, что и психологические нужно готовить, будущих пап. И, то есть у нас будет два специалиста, будет психолог и неонатолог. Неонатолог из роддома, то есть который, да, заведующий отделением реанимации. И с 14 февраля мы стартуем, записываться можно по телефону нашей регистраторы. 495-591-4285, 4285 последние цифры. Ну, это все знают, и причем мы принимаем, мы как бы никому не отказываем, у нас ли наблюдается. То есть не обязательно быть прикрепленным? Не обязательно быть прикрепленным. Прикрепленным это все бесплатно, и вот мы хотим начать, посмотреть, как оно пойдет. Пока будет два занятия, но если будет большая потребность, то, конечно же, мы будем расширять, нам это ничего не стоит. Получается, будет два подхода. Один чисто с психологической стороны. Мужчин будут готовить к новой роли, к тому, что немножко изменится состав семьи, как ширести образ жизни. А со второй стороны, это все-таки непосредственно уход за ребенком, как маме тоже помогает, ведь это совместная все-таки работа. Конечно, это нужно знать. Конечно, нужно знать, как за ребенком ухаживать. И маме ребенок, это общий ребенок. И как и папа, и мама. Когда нужно маме поспать, когда нужно... Это, конечно, совместная такая работа, очень серьезная, очень тяжелая. Раз в неделю будет проходить? Или раз? Ну, это будет по записи. Я еще раз повторюсь. Набирается группа? Да, группы набираются. Если будет большая потребность, то еще будет. У нас так же, как и со школой матерей. Потом школа матерей у нас сейчас и по всем учреждениям. То есть это и у нас. Это сейчас открывается и в Никольском, и в Голицыно, и в Звенигороде. Везде на эти школы матерей. Там ходят врачи роддома, здесь наши роддом. Тоже к нам приходят, параллельно еще ведут, рассказывают. Очень востребовано, очень нравится всем. И это очень нужно. И важно, и потом, естественно, плавно от нас все идут рожать в наш Единцовский роддом, потому что очень высокий уровень нашего роддома сейчас. Высокий уровень специалистов? Специалистов, помощь, да, очень высокий. Спасибо, Лариса Владимировна, что пришли к нам. Спасибо. Спасибо, дорогие телезрители, что провели с нами свое свободное время. Будьте здоровы. До встречи на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok